Доброе здоровье уважаемые посетители канала, кратенько пробегимся по вашим комментариям. Вот, на зелье Тиграна Ирина Попова 23 часа назад написала следующее. Принимаю раствор уже полтора месяца, результат хороший. Стала принимать под девизом «хуже уже не будет», то есть человека допекло. Проблема у меня очень давно с легкими, ну естественно. «Лечение у врачей дорогими и агрессивными средствами дает коротковременный результат и необратимые последствия для здоровья всего организма». Это ясно и понятно. Опять-таки, вот у меня, ну не будем, ладно, у меня брать, это хотел на примере одного своего знакомого рассказать. Грубо говоря, человек пришел с легкими, ну вот, проблема с легкими, а я уже вам говорил, что могут быть аскориды в организме, там куча листов и все, 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 все. Вот. Ага, легкие. Ну сейчас мы для того, чтобы легкие даем то-то, 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 дали. С легкими вроде как улучшение. Но зато со всем остальным они же влияют. Да. Вот приведу другой пример. Значит, у моего, ну не родственника, а у моей жены, сестра, у сестры муж такого же возраста, как я, одного года. У него заболела спина. Значит, что? Вот спина. Болит спина, значит, он стал принимать таблетки обезболивающие, вот просто. Спина не болит, не болит, хорошо. И он их только чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Хопа, язва желудка. За малым, так сказать, в организме откачали. Ну, вышел. Ничего естественного не делает. Продолжает жить, как живет. Все это там такое. Спина болит. Он теперь стал делать обезболивающие уколы. Жена научилась. Короче, делает все, делал, делал. Обезболивающие уколы. Что у нас врачи, стоматологи спрашивают, зубники. Как у вас там с сердцем? Короче, с сердцем. Проблемы с сердцем. Вот теперь. То есть и спина развалена, и сердце, и желудок, и так далее. Точно так же и здесь. Ничего такого нового нет. Я просто удивляюсь. Вот тому не лечению, а какое-то это. И если вы действительно хотите настоящего, чтобы вы были как до болезни здоровые. Надо совсем другими вещами заниматься. Благодарю Тиграна за его неравнодушие и отзывчивость к людям. Вот как раз вот эти качества, почему я делаю вот такие вот видосы. А как раз эти видосы для того, чтобы вы все-таки на основании опыта других людей, которые применяли разные средства выздоровления, в том числе и изделия Тиграна, понимали? А это-то действует. Смотрите, и действует оно совсем по-другому. Грубо говоря, даже совсем по другой цене. А почему бы не попробовать? Как вы пробуете вот это лечение? Годами его пробуете. Мне он сразу сказал, я знаю, что тебя закашляю, и я тебя вылечу. Пила этот раствор, не ограничивая себя в количестве. На следующий день из бронхом откашлялся огромный сгусток в форме липкого желе. Это для меня было спасением буквально от смерти. И ранее откашливания у меня не было. То есть, вот применяют разного рода там, грубо говоря, препараты. А вот это вот, то, что надо, нету, чтобы очистились легкие бронхи. А вот тут произошло. На второе утро, проснувшись, почувствовала слипшиеся губы от выходившей из бронхов мокроты цвета вареной сгущенки. Представляете, и вот на этой слизи могут размножаться и размножаются вредные бактерии и прочая-прочая-прочая-прочая-прочая гадость, которая, естественно, отравляет организм. Рот был полностью забит вязкой мокротой. Стало очень страшно. Как же я не задохнулась ночью. А вот тут уж, знаете, вот мы все боимся страшно, а не страшно. Если вам страшно, то займитесь вот оздоровлением. Займитесь по-настоящему своим собственным здоровьем. Так, как это я вам рассказываю на вот этом вот конале. И дальше отхождение мокроты началось совсем свободной, уже прозрачной мокротой, мокротой с формированными мелкими комочками. А одышка прошла, слабость прошла, потливость почти прошла. А потливость – это уже организм, вот то, что он пытался вывести через толстый кишечник. Вот я не знаю, насчет запоров там. Есть там или нету? У грины. А то мы можем лечить и зелье, может помогать там, допустим. А у человека запор, надо, чтобы запорчик там прошел. Как питается, а то все пятое-десятое, а то это. Так вот эта потливость – это уже попытка организма вывести разного рода шлаки, токсины через кожу. Откуда возникает ночная потливость и подъем температуры, которая обессиливает человека. Они вот так вот его выжимают силы. «Не чувствую сквозняки». Ага. Воздух при дыхании проходит до самого низа легких. Ранее поступал только в верхнюю часть бронхов. То есть поняла значение слов. Дышать полной грудью. Ну, хотя бы вспоминайте свое детство, как вы дышали. Все забылось. Все забылось. Ай-яй-яй-яй-яй. У меня появились силы и желания выполнять любые работы в доме и на приусадебном участке. То есть у человека, вот говорят, у меня депрессия. Да почему депрессия? Да потому что отсутствия и сил нету, и желания нету. Вот ничего нету. Нету стимула к жизни. Оздоровление. Оздоровление. Способствует тому, что появляются силы, появляются желания, и все виды депрессии уходят. Не стесняясь скажу, что даже спеть смогла, как в молодости, что я раньше так любила. А вот когда человек поет, то как раз из-за того, что происходят вибрации от звука, и махрота лучше отходит. Пойте на здоровье, пойте мои песенки, декламируйте мои стихи, мощные, оздоравливающие. И все это благодаря Тиграна Петросовича. О составе этого средства знать даже не желаю, ведь это годами наработанный Тиграми состав, рожденный, можно сказать, в муках. Знаете, для всего, конечно, нужна голова. Человек должен додуматься. До этого додуматься должен. Но опять-таки я хочу сказать, это очень хорошее, будем говорить, подспорье для того, чтобы вот эта слизь быстро вышла, и организм привести в норму. Но дальше, дальше, или одновременно с этим, вы же еще применяйте то, что я вам рассказываю, чтобы вы и двигались, и питались, и хорошо себя, так сказать, чувствовали в умственном, эмоциональном плане. И много других вещей делали. То есть, в чем заключается здоровый образ жизни? Это не только прием зелья Тиграна, или как раньше, вот как раньше думалось, ага, это прием таблеток, лечению врачей, это О! А к чему это привело? Не забывайте. А тут вам вынь и положь рецепт. Ну, я об этом не буду говорить, там, что, что и как, потому что я не знаю, и вдобавок, вдобавок, я уже не такой наивный человек, как некоторые люди, да я дома там сделаю, да не сделайте вы дома, у вас нету таких компонентов, просто-напросто. Поэтому вы и не сделаете. Мне Тигран сказал, что все взято из природы, химии в составе нет. Я просто верю этому человеку, знаю его многие годы. Тем более, многие годы знает. Так, Тигран, еще раз благодарю тебя, что не остался равнодушным к моей проблеме. Не останьтесь равнодушным к своей проблеме. Используйте знания, опыт на этом канале для применения к себе. Успехов в оздоровлении всем, прочитавший мой отзыв об этом средстве. Субтитры создавал DimaTorzok